привет друзья меня зовут игорь ким и сегодня мы разберем тему мужчин которые эмоционально жадные те которые не оказывают к тебе должного внимания эмоционального это мужчины условно достигаторы это те мужчины которые хорошо зарабатывают но ты плачешь своем мерседесе постоянно то есть твоей жизни мало эмоций он не говорит слов любви он не романтичен он забывает про твой день рождения он забывает про день рождения детей и откуда это берется это мужчины которые воспитаны отцами там где был доминирующий отец сильный прям такой мужик мужик и такие люди они заточены на достижение цели они в какой-то момент поняли что для того чтобы папа любил ему нужно что-то приносить красный диплом пятерки за четверть медали первые места кандидат мастера спорта мастер спорта купил мерседес купил квартиру пятую квартиру купил четвертую то есть это люди которым нужна постоянная цель но при достижении таких своих целей они по боку пускают все свои сферы жизни деятельности другие это хобби семья друзья это люди которые пропадают на работе это трудоголики они такие не потому что они плохие люди они такие потому что они по-другому просто не умеют они не умеют выражать своих эмоций в них напрочь отсутствует эмпатия это опять в эквалайзере опять другая грань да то есть мы сейчас говорим про гипертрофированных людей у кого это выделено прям ярко что с таким мужчиной делать такого мужчину очень важно периодически выдергивать из контекста его нужно выдергивать в путешествие и он тебе скажет что у него нет времени и ты вообще ничего не понимаешь но если ты уже вышла замуж за такого мужика потихоньку вытаскивай его в путешествие потихоньку вытаскивал в кафе в кинотеатры на массаже в бане то есть помоги ему найти свое хобби и тогда он станет мягче потому что обычно такие мужики они очень агрессивные они агрессивны дома они агрессивны на работе потому что уровень счастья у них очень снижен уровень эмоционального счастья и отчасти это жены такие и женщины они живут как золотой клетке у них есть все но эмоциональный голод у них постоянный они не могут получить ту любовь и благодарность на которую они способны мало того женщина не может проявить свою любовь по отношению такому мужчине потому что ей кажется что он холоден и закрыт здесь работа больше нисколько над собой нисколько не женская работа над собой а сколько ты должна помочь мужчине раскрыть свою ту сторону которая как знаете ту сторону луны да то есть там где светло потому что эмоционально он на черной стороне потому что он в агрессии он в депрессии постоянно он в достигаторстве каком-то такие люди не идут в основном по головам лишь бы достичь свою цель и ты же должна его светлую сторону как бы просветить и ты тот проводник наверное в его жизни который может повлиять на ней на него чтобы он стал лучше добрее чувствительнее и он будет всячески сопротивляться но если ты его спутник спутница помоги ему справиться с этим почему потому что этот человек имея все и обладая всем чаще всего он несчастный как часто бывает но если мужчина гармоничные тогда у него и с тобой будет все хорошо напиши в комментариях встречала ли ты такого мужчину живешь ты возможно с таким мужчиной как ты с этим справляешься смогла ли ты помочь ему стать более добрее чувствительнее или же у тебя не получилось и пишите темы в комментариях которые тебя интересуют пока